Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии пройдет большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы». Республика завершила марафон открытия первичных отделений движения первых. Далее об этих и других темах подробнее. Встреча с Карачаево-Черкесией В рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики на период до 2027 года разработан проект комплексной региональной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства Республики. В проект федеральной программы вошли 400 объектов. Карачаево-Черкесия завершила марафон открытия первичных отделений движения первых – новой масштабной молодежной организации, которая объединит под своим началом тысячи школьников и студентов со всей России. Ценности движения, как отметил президент страны, дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь. В Республике ячейки движения открылись в каждом учебном заведении, в том числе в Центре дополнительного образования детей и молодежном центре «Моя карьера», а также на базе всех средних профессиональных и ведущих вузах Северокавказской государственной академии и Карачаево-Черкесском госуниверситете. «Старт дан, а это значит, что впереди нас ждет много интересных, ярких и познавательных проектов. Уверен, наши дети покажут высокие результаты и будут в числе тех, кто сделает все возможное для процветания своей малой родины и всей России», – написал в своем официальном телеграм-канале руководитель Республики Рашид Тимрезов. На 45-й сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии парламентарии приняли решение внести изменения в закон о выплатах из материнского капитала. Расширен перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на четвертого и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения им трех лет. Информацию комментирует председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Хасан Хубиев. Вносим изменения, что независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей-инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской Республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. И в продолжении темы. В двух чтениях одобрен законопроект, расширяющий список льгот участникам специальной военной операции. В настоящее время наиболее остро стал вопрос о разъяснениях прав и обязанностей мобилизованных граждан. Граждан, участвующих в специальной военной операции и членов их семьи. Для данных категории лиц важное значение будет иметь своевременное предоставление бесплатной юридической помощи, прокомментировал решение парламентариев председатель комитета по законодательству и государственному строительству Народного собрания Владимир Умалатов. Я думаю, это наиболее актуально будет для семей, которые хотят знать, какие условия оказания поддержки, что должны получать, какие компенсации, какая заработная плата. То есть очень много вопросов и люди в принципе сейчас будут иметь возможность обратиться конкретно высококвалифицированным нашим юристам, которые работают в бюро, и получить квалифицированную юридическую помощь. Я думаю, это будет большая такая социальная поддержка для ребят, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Карачаево-Черкесия готовит к отправке 50 тонн гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Сейчас в республике завершается формирование груза. В него вошли 500 электрических обогревателей, генераторы бытовые, принадлежности, термос и посуда, 600 комплектов постельного белья, 600 матрасов, 900 одеял, около 100 палаток, спальни, мешки, средства личной гигиены и наименований продуктов питания, около 1000 упаковок памперсов, 2000 упаковок детского питания, а также детская, взрослая и теплая одежда. Особое внимание уделено лекарствам. В соответствии с запросом Минобороны в комплект гуманитарного груза приобретено около 30 наименований медикаментов, всего более 5000 упаковок. Только через Ассоциацию благотворительных организаций Карачаево-Черкесии во благо жители региона собрали пострадавшим от стихии около 3 миллионов рублей, а также приобрели почти 4000 единиц товаров первой необходимости. Карачаево-Черкесия отправила ученикам Старобельска Луганской Народной Республики современный компьютерный класс, 16 комплектов компьютеров, интерактивную доску, лазерный принтер, проектор и компьютерные столы со стульями. Груз отправлен в соответствии с соглашениями главы Республики Рашида Тимрезова и исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района Александром Гончаровым. Сегодня в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаево-Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создания механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи Республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Республики Расул Найманов. Мы собираем ответственных за работу с студентами из учебных заведений, с тем, чтобы с ними, с одной стороны, пройтись по проблемам студентов, а с другой стороны, выработать механизмы совместного взаимодействия, при которых мы могли бы попробовать с этими проблемами поработать, найти решения и уже в дальнейшем коммуницировать на таком уровне, при котором решение таких проблем возможно. Очень рассчитываем, что со всех учебных заведений к нам придут участники. Письма мы уже разослали и в итоге, помимо всего прочего, также хотим оповестить их о той деятельности, которую планируем на этот год, рассказать им о возможностях, которые есть как у них, так и у их подопечных, у студентов, с тем, чтобы они также, ориентируясь в направлениях молодежной политики, могли для себя выстраивать маршруты, треки по включению и вовлечению своих ребят в деятельность, которая предполагается с точки зрения вовлечения в молодежную политику. В 2022 году на территории Карачаево-Черкесии отремонтировано более 32 километров автомобильных дорог. На этот год запланирован ремонт автомобильной дороги Усть-Джигута-Терезе протяженностью 6 километров, автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск на 3 километрах, капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск на более чем 2 километрах, а также реконструкция моста через реку Усть-Джигута. Запланирована также реконструкция моста через реку Большой Зеленчук на автомобильной дороге Исправная-Кобубаши. Это выезд с Исправной в сторону Сторожевой пройдет и капитальный ремонт моста через реку Кубань в ауле Каменомост. В план ремонтных работ вошли и мост на автомобильной дороге Карачаевск-Учкулан, автомобильная дорога Усть-Джигута-Терезе в ауле Красный Восток. Вместе с тем будет отремонтировано 28 участков автомобильных дорог на территории республиканской столицы. Уровень заболеваемости по ОРВИ-гриппу в регионе остается высоким. Среди взрослого населения республики от 15 лет и старше эпидемический порог заболеваемости превышен на 6%. В связи с продолжением периода высокой заболеваемости существует необходимость неспецифической профилактики простудных вирусных заболеваний, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Особенно тяжело ОРВИ-грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей и людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике и снова мы приняли участие с 2018 года. С 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В 2022 году производство молока в Карачаево-Черкесии увеличилось на 2,5% по отношению к предыдущему году. В количественном соотношении надуя молока за указанный период в хозяйствах всех категорий республики составили более 200 тысяч тонн. Прирост обусловлен увеличением высокопродуктивного скота. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах составляет 149 тысяч 800 голов, в том числе маточное поголовье 72 тысячи. В рамках реализации государственной программы развития культуры и туризма в селе Первомайском Алакарачаевского района появится свой дом культуры. Строительство объекта с залом на 250 мест практически завершилось. Новый дом культуры помимо зрительного зала будет оборудован залами для занятий танцами и музыкой, обучения игре на национальных инструментах. Дом культуры будет также адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности сообщил глава Первомайского сельского поселения Альберт Байрамкулов. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-осметная документация. В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в 14 часов в вере телеканала РХС-24 стартует большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы». Организатором выступает Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаевой Черкесии в рамках проекта Народного фронта «Все для победы». Марафон направлен на поддержку военнослужащих нашей республики, участвующих в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Все собранные средства пойдут на закупку дополнительного военного снаряжения, обмундирования, продуктового обеспечения и тактической спецтехники. Блогеры из разных регионов России могут посетить Карачаево-Черкесию в рамках блок-тура «Жемчужина Кавказа». Открыта регистрация на участие в нем, в рамках которого в течение пяти дней популярные блогеры России ознакомятся с культурным многообразием, национальным колоритом и природными достопримечательностями Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Принять участие в проекте могут желающие из разных регионов страны с аудиторией в социальных сетях от пяти тысяч подписчиков. Будут выбраны участники с максимальным количеством реальных фолловеров, выполнившие творческое задание. В их число войдут 12 наиболее популярных блогеров из 12 регионов России с общим количеством подписчиков более 1 миллиона человек. В Карачаево-Черкесии проходит региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 12 учителей, победителей муниципальных этапов конкурса покажут свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях первого тура, «Урок и методическая мастерская», которые проходят на базе гимназии номер 16. Информацию комментирует заместитель министра образования и науки Фатима Бекежева. Участники в стенах гимназии номер 16 будут демонстрировать свои лучшие уроки. После этого жюри также будет оценивать педагогическое мастерство каждого учителя. Эти два этапа будут проходить в стенах гимназии номер 16 три дня. После этого будут подведены итоги и торжественное объявление победителя. За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии данная мера поддержки назначена родителям более 18 тысяч детей и 991 беременной женщине Карачаева-Черкесии. В общей сложности им перечислено более 164 миллионов рублей. Для постепенного перехода к единому пособию семьи Карачаева-Черкесии продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Карачаевский районный суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, которой вменяют мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Информацию комментирует старший помощник прокурора республики по связям со СМИ и общественностью Элина Дармаграева. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором одной из школ сельских поселений Карачаевского района, в период с 2016 года по март 2022 фиктивно трудоустраивала на работу в школу граждан. При этом ею составлялись поддельные документы, на основании которых необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата. Таким образом, из бюджета района были похищены денежные средства на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаева-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников? Выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открыта для посещения экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Особый интерес, по словам сотрудников музея, представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах, певцах, стоявших у истоков развития музыкального искусства Карачаева-Черкесии, рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев, изготовленные местными мастерами, флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие семьях жителей Карачаева-Черкесии. Физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаева-Черкесии. На российских экранах большая премьера. В широкий прокат вышел фильм Сергея Урсуляка «Праведник». Это реальная история о том, как советский офицер совершил настоящий подвиг. Вместе с партизанами он вывел из Долгиновского гетто более 200 евреев, обреченных на смерть в фашистском плену. С героями картины зрители проживают целую жизнь, в которой переплетены самые разные эмоции. Помимо драматического сюжета, внимание зрителей привлекает звездный состав. В главных ролях Александр Яценко, Константин Хабенский, Федор Добронравов и Сергей Маковецкий. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная. С прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5, в горах местами до минус 13. В горах Карачаева-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии днем небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра пустится до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!